В разных краях Несравненные эти края Долго будет Карелия снится Будут сниться С этих пор Остроконечных Ели ресницы Над голубыми глазами Озер Сегодня праздник у девчат Сегодня будут танцы И щеки девушек горят С утра горят румянцем Пришли девчонки стоят Сторонки по точке в руках Теребят Потому что на 10 девчонок По статистике 9 ребят Александр Колкер, спасибо! Спасибо! После войны я совмещал учебу в двух школах В музыкальной школе я учился На скрипке играть у профессора Печникова Играл, скажем, помню Пчелку Шуберта Концонету Чайковского Там даже первую часть концерта Мендельсона Для скрипки с оркестром Виктор Михайлович! Я надеюсь, внимание! А в школе общеобразовательной Я все это уничтожал тем Что там мы организовали С моим приятелем и другом Сережей Беликовым Школьный джаз Душой джаза этого школьного Был Сережа Беликов Он пел А мы с Сережей писали Свои первые детские песенки Очень наивные И, по-моему, примитивные Но Пользуясь большим успехом Особенно в женских школах Мы поняли, что аплодисменты Это великая движущая сила И нас так с Сережкой занесло Что мы решили Что наши песни Должен спеть на эстраде Какой-то большой мастер Если вот споет Известный артист То слава просто свалится На нас сверху Как мана небесная И вот в 47-м году Полвека назад В Ленинград Приезжает Леонид Ощутесов Со своим оркестром А это был наш кумир Короче говоря Мы решили, что мы Обязательно должны прорваться К Леониду Ощутесову И предложить ему Свои детские песни Вот эти, юношеские Мы прошли Узнали, где проживает Утесов Он жил в апартаментах В Астории Подошли к его номеру Робко постучали Дверь открыла Эдит Леонидовна Утесова И его дочь Мы входим в номер И, о, Боже Перед нашими глазами Великий мастер Кумир Ну, полубог Полусказочное существо Сам Леонид Ощутесов В халате Улыбающийся Я кинулся к инструменту В номере был инструмент Сережка запел Причем он старался Подражать даже Манере Утесовской Моряк, моряк Торгового флота Моряк Утесов улыбнулся Дружеский очень Похвалил нас Песни наши не взял Подошел к ломберному столику Приоткрыл Маленький ящик И говорит Ребята, у вас В вашем школьном джазе Есть аккордеон? Генеральная пауза Он достает Полторы тысячи рублей И говорит Вот вам Купите аккордеон Мы с Сережкой Выскочили в садик Перед историей Мы что-то прыгали Пели, кричали Были похожи на сумасшедших Вот он Бескорыстный И мудрый Наставник Молодых Музыкантов На следующий день Утром Объявили Денежную реформу Аплодисменты Александр Колкин и Игорь Рогалёв. Игорь, никогда не видел, что играют ещё и кулаком. Я вам расскажу одну историю о нашем великом земляке, о Василии Павловиче Соловьеве Седом. Так вот, Василий Павлович был любим всеми режимами. Его, значит, не просто любили, а на него вешали, как на рождественскую ёлку. Ну да, герой социалистического труда, луреат Ленинской премии, трижды луреат Сталинской премии, у него было три ордена шахтёрской славы первой, второй, третьей степени, а медали, последний ряд медалей, извините, дамы, висели так вот около колен где-то. Когда он надевал весь свой иконостас, несмотря на то, что Василий Павлович был огромного роста, могучий мужик, он даже немножко наклонялся вперёд, потому что драгметал весил очень много. Вместе с ним в это же время работали и другие талантливые композиторы, его сверстники такие, как Носов, Притцкер, Феркельман, Сорокин, Овчинников. Но если Вася был глыбой, вершиной эпохой, то эти композиторы всё-таки были пригорками. И вот Георгий Носов, талантливый композитор, слегка завидовал Василию Павловичу, вот особенно у него не было вот этого, и у него не было ни одной, понимаете? А хотелось, ох, как хотелось. И Вася это знал. Василий Павлович однажды подошёл к нему, и говорит, Гоша, вот я тебе что скажу. Чуть-чуть под шофе был Василий Павлович, но это с ним было редко. Да. Значит, он подошёл... Он подошёл и говорит, Гоша, Георгий Никифович Носов, его так звали между собой все Гоши. Гоша говорит, у тебя есть всего две песни, и тот с полоборота заводится, как это две. Вася, ну как тебе не стыдно, моё песенное наследие. Он говорит, у тебя нету никакого песенного наследия. У тебя есть две песни, но замечательных. Одна. Я счастлив, что я ленинградец, что в городе славном живу. А вторая. Далеко-далеко, где кочуют... Изумительные действительно две песни. Так вот, слушай. Когда мы с тобой умрём, поскольку ты сейчас живёшь в мою эпоху, когда мы с тобой умрём, вот эти твои две лучшие песни будут приписывать мне. Вы представляете, что случилось? А Георгий Носов был сибиряком. Очень прямая спина. Юмор и самоирония – это не главное его качество было. Понимаете? И он с ним такое стало твориться. Он напыжился, что он стал пускать клубы дыма. Да, вот такой был розыгрыш. Прошло много лет. Включая приёмник и слышу. Василий Соловьёв-Седой. Далеко-далеко. Правда это или нет? Мария Леонидовна, вот тогда в 6 часов утра не удалось спеть командиру корабля. Я ведь моряк, ты знаешь? Не удалось спеть песню «Матросские ночи». Я думаю, что он сейчас сидит у телевизора. Спой сейчас ему песню Василия Павловича Соловьёва-Седова «Матросские ночи». Песня «Матросские ночи» «Если б славная подарила бы письмом, даже Павловича заплясала бы, даже Павловича заплясала бы, заходила бы колесом. Синие очи далёких подруг, Ой, вы ночи, матросские ночи, только море-то небо-то небо вокруг. Мария Павловича заплясала бы, Мария Пахоменко, здорово, здорово. Это ещё было, когда ты была на гастролях где-то, поэтому ты не знаешь ничего про это. Меня на машине учил ездить мой соавтор. К сожалению, его имя не часто встречается, но всюду, во всех передачах, где я участвую, в радиопередачах, в телепередачах, я напоминаю слушателям, телезрителям, что я всю жизнь проработал с замечательным поэтом, великолепным драматургом, замечательным сценаристом, стилистом, с которым я кончал «Лэти» Ульянова-Ленина, а потом проработал всю жизнь в искусстве, в музыке. Это Ким Иванович Рыжов. Я помню даже афишу «Студенческая весна в Лыти». Да. Ким Рыжов и Александр Кулкин. Да. Значит, друзья, это связано с моим соавтором, с Кимом Рыжовым. Но я должен сделать одну оговорку. Вы меня извините, но такова жизнь. Мы вот с Марией Леонидовной, жители блокадного Ленинграда, и Ким Рыжов тоже был жителем блокадного Ленинграда, и со всем мальчишкой, когда был обстрел, он отстоял несколько часов в холодном подвале в ледяной воде. И это страшно сказалось потом на его здоровье, и он подхватил жуткую болезнь, облитерирующую эндортериит. И, Витя, ты знаешь, и это знают все деятели искусств, кто знал Кима Рыжова. В общем, так сложилась судьба, что ему отняли ногу одну. Но это был человек неудержимого юмора. Он не замечал этого. Он гонял на машине, он ездил к женщинам, он был полон жизни. И теперь история. Я купил автомобиль, и у меня не было прав. А ездить я уже умел. Он меня научил, Ким. Потому что у него раньше был автомобиль. Мы жили в одном доме. Я на пятом этаже, и он на восьмом. Я звоню на восьмой этаже, говорю, Кимуша, родной мой, так хочется прокатиться, у меня новая Волга, все, но у меня нету прав. А если рядом, вы знаете, сидит инструктор... Да, с правами, то можно. То можно, да, ты же знаешь, да? Он говорит, зайчик мой, да-ка ради бога. Только ты помнишь же, что я, так сказать, он называл костыли лыжами. Я на лыжах. Я говорю, ну, а мне плевать. Ты прекрасно водишь машину. Бери лыжи. Права у тебя есть. Да, права есть, все, спустил. Он говорит, так прежде, чем спуститься, с восьмого этажа, я тебя должен поставить в известность, что я вчера, апрель месяц, месиво под ногами, и я вышел и неудачно поскользнулся и сломал руку. То есть рука в гипсе. Рука в гипсе. Я говорю, и это меня не волнует. Сели в машину, доехали до Литейного по набережной. Он говорит, так, водитель, разворот в противоположную сторону. И тут гаишник. Стоп! С полосатой палочкой со своей. Подходит, спрашивает, ваши права. Я говорю, у меня нету прав, я ученик. А это кто? Я говорю, а это инструктор. Я с инструктором еду. Он так обошел машину, говорит, а где вывеска учебная? Ну, ки мне подыгрывает, говорит, видно, завалилось за заднее сидение. Он говорит, так, а вы не могли взять инструктора? Он еще не видит всего. И говорит, не могли взять инструктора не со сломанной рукой, а здорового. И тут Кимуша говорит, товарищ инспектор, позвольте, я возьму лыжи. Он говорит, какие лыжи? Что сейчас, зима кончилась? Все. Он говорит, вы сейчас поймете. Я открываю две двери, а он вдоль дверей клал костыли. Достаю ему эти. Он берет один костыль под где гипс, а второй костыль под эту руку. И на него смотрит гаишник, инспектор. И я вижу, что у него крыша едет у инспектора. И говорит мне, и это ваш инструктор и Кимуша, человек неуемного юмора, высоким фальцетом теноровым, ему говорит, товарищ инспектор, говорите громче, я плохо слышу. Вот, Мария, был правда или неправда? Правда. А ты? А вот я показываю. Действительно. Это правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова